На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители. Это программа «Ночное такси» на YouTube. Я, Александр Крумин, как и всегда, рассказываю вам о музыке шансона по-русски. Как и всегда, в этой программе три обязательных блока. Во-первых, та музыка, которая создана, либо записана на видео более 10 лет назад. Это блок «Брестское ретро». Затем рубрика «Интервью». У нас она носит название «Лицом к лицу». И в финале, конечно же, блок со свежим альбомным видео. В альбомном блоке всегда то, что мы записали для вас в течение этого текущего года. Очень важно знать, дорогие друзья, что мы создаем для вас не как не менее 15 полноформатных фильмов-концертов в течение каждого года. И все это в неограниченном доступе для вас на YouTube. Итак, начинаем. «Близкое ретро» в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В рубрике «Близкое ретро» я, собственно, показываю вам фрагмент фильма-концерта, который был записан нами в 2007 году в концертном зале «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге. Это сольный фильм-концерт автора-исполнителя из Белоруссии, но уже достаточное число лет проживающего в России. Это запись Виталия Аксенова. Не зря, конечно, все это включено в рубрику «Близкое ретро», поскольку альбом, откуда взята эта песня, был записан годом ранее, в 2006 году, а видеоверсия была создана в 2007. Виталий Аксенов достаточное число лет отработал в нашей студии. Он работал у нас более пяти лет и весьма плодотворно. Мы сделали, кстати, два его полноценных фильма-концерта. Один из них «Поезд» был сделан в 2007 году, и фрагмент из него мы сейчас посмотрим. Второй был сделан позже, в 2010 году, и носил название «Мост». Оба они были изданы на дисках формата DVD и, естественно, полностью доступны для вас на нашем телеканале «Ночной такси» на YouTube. Итак, встречаем. Виталий Аксенов. В этот вечер где-то в десять снова я завис. Коромыслом в небе месяц молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, Что умела, все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт, Может быть, неладно скроен, но как крепко шип. Колеса вьютре читатив, Мой состав все мчит и мчит. С добрым, сильным и больным, Багажом моим Колеса бьют, речит один, Бегут, летят вагончики, А мне найти эти места, Где станция мечта. Пролетал я, беспокоясь, весь и города, Кто со мною прыгнул в поезд, Кто в зале ожидал. И мелькали только лица, Да туман густой. Нужно было торопиться, Пока прогон пустой. Ты смотри, какая встреча, Ты или не ты. Помнишь, как зажгли мы свечи, Мне было по пути. Ну неужели меня не помнишь? Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не поволнуешь Этот океан. Колеса бьют, речит один, Мой состав все мчит и мчит, С добрым, сильным и больным, Багажом моим. Колеса бьют, речит один, Бегут, летят вагончики, А мне найти бы те места, Где станция мечта. Поезд мой быть может скромной, И тяга на пару. Но зато какой надежный, Проверен на ходу. И пусть порой мы прозепали На запасном пути, Но и стоя мы не ждали, Били костыли. Не жалел о том, что было, Руки износил. Туча шла, дождем умыла, И вроде я забыл. И летит вот с этой ножей Быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, А после допоет. Колеса бьют, речит один, Мой состав все мчит и мчит, С добрым, сильным и больным, Багажом моим. Колеса бьют, речит один, Бегут, летят вагончики, А мне найти бы те места, Где станция мечта. Колеса бьют, речит один, Мой состав все мчит и мчит, С добрым, сильным и больным, Багажом моим. Колеса бьют, речит один, Бегут, летят вагончики, А мне найти бы те места, Где станция мечта. Слухой, силей! Вот так потихонечку поехали. В ночном такси рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» С удовольствием показываю фрагмент выступления И, конечно же, фрагмент интервью Замечательного парня из Германии, Из города Байрата, где он проживает. Это, конечно же, наш друг Алексей Классин И группа «Родники». Московская команда, С которой он интенсивно работает. Работает в ней и как вокалист, Работает как поэт, И работает как продюсер. Мне очень приятно, что мы подружились С Алексеем Классиным. И действительно, эта дружба Очень и очень плодотворна. Мы много записывали ему видео. В обязательном порядке он приедет И в ноябре этого года На наш финальный фильм, Который носит название «Шесть лет на YouTube». Ну, финальный фильм 2016 года, Поскольку мы, как и любая Телевизионная компания, Всегда отмечаем годовщину выхода в эфир. Вот. А, кстати, делаем это Совершенно не пафосно. То есть никаких венков, Никаких медалей, Медалей, грамот мы не вручаем. Мы просто собираем друзей, Тех музыкантов, которые поют Свою самую лучшую музыку По итогам уходящего года. И вот как раз в фильме, Который будет сниматься в ноябре этого года, Вновь будет участвовать Алексей Классин. И, надо сказать, особо, Что кроме его участия, Конечно же, В течение уходящего 2016 года Был еще издан альбом группы «Родники». Первый их компакт-диск. И я рад, что он встретил Очень теплый прием аудитории. Ну, а сейчас фрагмент того интервью, Которое было записано На нашей съемочной площадке В крупнейшем питерском концертном клубе «А-2». Это Алексей Классин и группа «Родники». И небо затянуло Октябрьским дождем Холода и в юге на пороге Если бы не ты, Если бы не ты Не было бы счастья в моем доме Если бы не ты, Эх, если бы не ты Не было бы счастья в моем доме Здравствуйте, дорогие зрители. На самом деле, наша группа «Родники». Мы познакомились с Твери, Как вы уже говорили. Я туда приехал тоже достаточно спонтанно. Не знаю, что меня на это натолкнуло, Но я знал, что я должен оказаться в Твери Именно на этом фестивале. И как мы сейчас уже, Когда репетируем или чем-то занимаемся, Говорим, Я говорю, я ехал туда за вами, А они меня перебивают и говорят, Нет, это мы ехали туда за тобой. Познакомились мы достаточно спонтанно. И буквально через три часа После первых наших представлений Отборочного тура Мы попали, Мы организовали С Сергеем и с Петром, Алены не было тогда, К сожалению, там. Мы организовали импровизированный концерт На берегу Волги. Это в барской усадьбе. Все происходило. Прекрасное место. Собралось, на самом деле, Мы пошли сначала просто втроем. И был мой зять, Любимый, дорогой, Который живет в Москве. И мы попали, Пришли туда И начали просто играть. Импровизировано все подряд. Ребята говорят, Надо кого-то же позвать. Я говорю, поверьте моему опыту, Что нам просто надо играть, А не звать для начала. И спустя буквально 20 минут, Тут просто все было битком. Народ пришел с гостиницы. И вот это все продолжалось Ровно два дня. Ровно две ночи. Ровно две ночи мы играли без конца. Ну и потом прошло пару месяцев. Буквально и Сергей написал мне, Что он на моем авторском сайте Нашел стих, который называется Дорога домой. И он говорит, ты знаешь, У тебя там есть такая стихина, Классную-классную песню. Я говорю, это какая? Он говорит, вот дорога домой. Говорит, я уже написал музыку, Можно тебе скину? Значит, он мне ее пересылает. Когда я включил, Я был действительно удивлен, Потому что она меня зацепила сразу, Вот с проигрыша, Когда вот он начался. Сергей говорит, Ты только припев, Напиши на нее. И он сказал, он говорит, Давай вот первые слова припева, Еду-еду домой. Мне это очень понравилось, Он был написан сразу. И вот с Сергеем мы создали первую песню, Которую спели. После этого он говорит, Вот у нас родники, Ты можешь для нас песни написать? Я говорю, да конечно могу, Если это получается, То есть для вас с удовольствием. То есть спасибо за прекрасную песню, Аранжировку, что ты сделал. И написал еще несколько песен, Потом я не ожидал, Но они позвонили все и сказали, Может быть тогда ты будешь у нас солистом, И мы будем как-то работать вместе. Я действительно, Они этого не знают, Но я прыгал отчасти, Потому что где-то далеко в душе Я ожидал этого предложения, То есть я это очень хотел. И это на самом деле получилось. Коллектив у нас прекрасный, Он состоит, Вот у нас балалайка, гитара, Это Петр Чайкин, Вообще народные инструменты, Все, что связано с ними, Ложки, как я всегда смеюсь, Говорю, ложки и поварешки, Это у нас по Петру. Сергей, это у нас художественный руководитель, Это аранжировщик, Это композитор нашей музыки, То, что мы играем фактически. Алена Краматорская, Алена у нас из Краматорска, Поэтому она Краматорская. Вот, она у нас играет на скрипке, Она вокалистка вообще. Она у нас, Я ее всегда называю, Ужи нашего коллектива. Ну, сейчас, к счастью, Мы выпускаем наш первый альбом, И он буквально получился у нас За 7-8 месяцев нашего существования. Это темпы просто неимоверно быстрые, Но мы это сделали, Слава Богу, И поэтому мы сегодня здесь. Хорошо, что нас поддерживают Такие вот ребята, Как Семины Семечки, Которые действительно нам помогли Сегодня воплотить нашу мечту И наши цели намного раньше, Чем я их сам запланировал, Как продюсер этой группы. Почему мы играем Такую именно музыку, Которую кто-то, Может быть, считает Вне формата, Или, может быть, Какой-то немодной, Несовременной. Я скажу почему. Потому что за это все говорит Само наше название. Родники. Это что-то родное И что-то исток Чего-то родного, Русского и настоящего. Поэтому мы с прекрасным композитором, Вы его, кстати, знаете, Это Радыгин Сергей Александрович, Который был с Вадимом Южным здесь. Мы сразу же вот у вас, Опять же, мы договорились о том, Что мы будем работать совместно И работать над настоящей Русской песней И прославлять ее Не только в России и везде. Поэтому у нас создан Прекрасный культурный фонд «Патриот». Он в Новосибирске. Он, кстати, был зарегистрирован В январе месяце. В ноябре мы уехали от вас, Наметили планы. И в начале января Я был уже в Новосибирске У Вадима Южного на сольном концерте. И там же это все и состоялось. Просто бы мотался По жизни я своей, Разбивая от дороги ноги, Если бы не ты, Если бы не ты, Не было бы счастья в моем доме. Если бы не ты, Эх, если бы не ты, Не было бы счастья в моем доме. Альбомный блок В программе Александра Фрумина Ночное такси. В альбомном блоке Собственно показываю Запись Андрея Каре. Вообще, Знакомство с этим талантливым музыкантом Началось у нас достаточно давно, 14 лет назад. В 2002 году Из Киева Нам пришел его альбом Под названием Сними наручники конвой. Мне, собственно, И до этого встречались Записи Андрея Каре. Они встречались на кассетах, Легально изданных. Альбом в качестве компакт-диска Представлял из себя Компиляцию Двух его кассетных альбомов, Которые были изданы Несколько ранее. Мне тогда Очень понравились его песни. Я понял, что Надо обязательно показывать Это в эфире нашей радиостанции. С тех, собственно, пор И началась наша дружба. Я показывал, конечно, И следующий его альбом, Который носил название Афган-2000. И, к сожалению, Потом Поставка его музыки Из Украины прекратилась. Я, готовясь к съемкам В 2016 году Встретил вдруг Его записи на Ютьюбе, Встретил вдруг Его выступления на Украине. И эти выступления Мне показались Очень и очень интересными. Во-первых, что самое главное, Я услышал новый материал. Я посмотрел, Как он работает с гитарой. И я понял, Что этот очень талантливый человек Обязательно должен появиться Здесь, в Санкт-Петербурге. Я нисколько не сомневался, Что, невзирая на все нюансы, Мягко говорю, Странноватой, холодной войны С Украиной. Есть люди, Которые с удовольствием Приезжают к нам. На самом деле, У нас, украинцев, На съемках Студии ночной такси Совсем меньше-то и не стало. И я очень рад был тому, Что Андрей Каре появился у нас. Он появился и в эфире Нашей радиостанции Шансон 24. Вы можете, конечно же, Видеть большую 60-минутную программу с ним, Которая была записана буквально За сутки до того, Как он вышел На нашу съемочную площадку И записал Свои первые песни в России. Очень важно также, дорогие друзья, Вам знать то, Что та песня, Которую я избрал Для сегодняшнего эфира, Композиция носит имя Аэропорт, Она дала свое имя Новому компакт-диску. И, подчеркиваю, Очень важно и для нас, Уверен и для вас, Что этот компакт-диск Издается в студии Ночной такси. В момент записи Этой передачи Альбом находится В нашей студии Цифрового мастеринга. И плюс к этому Наше дизайн-бюро Занимается созданием Макета Полиграфического оформления. Я уверен, Что вам будут интересны Новые песни Талантливого Андрея Каре. И интересно, конечно, Будет то видео, Которое я сейчас Впервые, подчеркиваю, Показываю вам. Итак, Андрей Каре, Автор-исполнитель Из города Кривой Рог, Украина. Встречайте. Автор-исполнитель Она, она Была такая В классе Только одна А он, а он Давно в нее был Безнадежно влюблен Она всегда После уроков То к друзьям То в кино А он тогда Куда-нибудь А с кем ему Все равно Она всегда При ляжном платье Каждый день, Каждый день Пряма Он со всех Он со всех Ног К ней Объясниться На перрон Прилетел Ни да, Ни нет Не прозвучало Федолаги В ответ На много лет Уже был куплен Несчастливый билет Он Он был Как мальчишка Влюблен Но 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 В истине Одной убежден Что 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 Сколько На земле Не живи Не 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 Своевременной Нет любви Плелись Года Два долгих Срока У него За спиной Текла Вода А у нее Развод Один И второй Аэропорт Толкнул их Снова На Бежизненный Лет Вмешался Черт Он Прилетел Ее же Ждал Самолет И Посреди Большого Зала И Бегущих Теней Прижал Груди Ее Нежно И Шептал Что-то Ей В ее Глазах Стояли Слезы У Застывших Ресниц Уже Назад Не Перекатит Время Их Колесниц Он Ей Сказал Что Говорят О нем Сплошное Вранье Что Завязал Что Прилетил И Что Отыщет Ее Что Их Крыла Их Унесут Туда Где Счастье Сполна Поверила И На Прощание Согласилась Она Он Он Был Как Мальчишка Влюблен Но Но В Истине Одной Убежден Что 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 Сколько На Земле Не Живи Нет 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 Своевременной Нет Любви Душа Поет За главным Входом Новый Мир Перед Ним Но Был Тот Счет Что За Него Оплачен Кем То Другим Хлопок Низал Но Пуля Снайпера Под Сердце Легла И Хоть Он Звал Ее Услышать Хрип Она Не Могла И Тот Хлопок Последний Для Двоих Как Гром Прогремя И На Порок Он Не Успел Он К Ней Опять Не Успел И Свет Ред В Его Сознании Но Сквозь Сумрачный Гнёк Он Разглядел Как Пролетал Над Ним Ее Самолёт Да Да Сколько На Земле Не Живи Нет Нет Своевременной Нет Любви Да Нет Своевременной Нет Любви Ну вот и все На сегодня Дорогие друзья Это была программа Начнёт такси на YouTube Я Александр Фрумин Всегда в финале Предлагаю вам Не только смотреть На сно и слушать Ночное такси Всегда выходит В радиоверсии Радиоверсии Причём достаточно Объёмной 120 минут И всегда Это происходит По субботам С 22 до 24 часов По московскому времени Происходит на нашей Интернет-радиостанции Шансон 24 Вы можете слушать Ночное такси С портала Шансон СПБ Точка Ру Там есть раздел радио Нажимайте туда смело И подключайтесь К нашему потоковому Плееру Программа всегда Работает для вас В прямом эфире Записывается по трансляции И затем Дважды Ретранслируется Радиостанцией Русский Берлин На частоте 97,2 ГГц Соответственно В столице Германии Первый эфир Происходит через неделю После трансляции В России Это всегда происходит Четверг С 23 до 1 часа ночи И всегда Программа Звучит полностью На русском Берлине Для вас Затем программа Ещё один раз Транслируется в Германии Но уже в понедельник Следующей неделе В это же время С 23 до 1 часа ночи На 97,2 ГГц На частоте Радиостанции Русский Берлин Я Александр Фрумин Как и всегда Благодарю вас за внимание И прощаюсь с вами До следующей недели На волне На волне Ностальгических нот На волне Позабытых Мелодий Вместе с вами Ночное такси Городских Сиренат И Рабсодий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин